В Нерингре продолжается работа по программе переселения из аварийного жилья. Несмотря на задержки, руководству города все же удалось найти способы, чтобы очередная новенькая пятиэтажка порадовала жильцов ветхих домов ко дню города открытыми дверями. Подробности далее. Несомненно, что самым приятным и радостным подарком на день рождения города для десятков нерингринцев стали ключи от их новых уютных и красивых квартир в монолитном красавце пятиэтажном доме в микрорайоне Сосновый. Как и для тысяч других переселенцев, день, когда мечта осуществилась, стал по-настоящему особенным. Сейчас мы зайдем в ваши теплые, уютные квартиры. Посмотрите, кто где будет жить. Сегодня вам вручат уведомления каждому. Вы будете знать, в какую квартиру вы идете. Живите счастливо! С праздником вас! В этот день горожане, которые наконец-то по-настоящему почувствовали, что такое исполнение мечты, не могли сдержать эмоций. Войдя в свою новую квартиру, многие все еще не могли поверить в то, что это реальность. Что долгие годы в холодных деревяшках позади. И новый 2018 год они будут встречать в тепле, уюте и комфорте. Я довольна, я могу сказать. Больше ничего после таких условий, как мы жили, вот это прекрасно, да, прекрасно просто. Когда человек получает вот так вот ключи, да, от квартиры, это полное счастье, что, ну, необъяснимо даже сказать. Еще в мае текущего года глава республики Егор Борисов заявил в ходе рабочей поездки в Нерюнгринский район, что Якутия сохранит программу по переселению граждан из аварийного жилья вне зависимости от поддержки со стороны федерального центра. В конечном итоге будет переселено свыше 30 тысяч человек из около 500 тысяч квадратных метров аварийного жилья.